Кубок России Андрей Владимирович, давайте начнем с вас. Кубок России. Для наших телезрителей поясните, насколько этот турнир важен, насколько он серьезный и как до него добраться. Всем здравствуйте. Кубок России проводится в рамках отбора и формирования команды сборной страны. Да, есть основной турнир, это первенство и чемпионат страны. Но Кубок России, он идет как тоже один из этапов формирования сборной. Здесь формируется именно состав сборной, который потом является одним из номеров. То есть, если на основании чемпионата России получается первый и второй номер, а Кубки России уже определяется третий и второй номер сборной страны. На сегодняшний день Александр Буров у нас поднялся в весовой категории. По итогам прошлой России он является членом сборной страны, но в весовой категории 67. Но по правилам у нас сейчас такой есть момент, что чтобы нам быть снова третьим, либо вторым номером, нам нужно будет либо зайти в финал на чемпионате страны, либо заявиться на Кубке России и его выиграть. На сегодняшний день у нас получается, что мы поднялись в своей категории. 71 килограмм Александр Буров выиграл чемпионат России, чемпионат Сибири, заверял путевку на чемпионат страны в будущем. Ну и на Кубке России мы заявились, чтобы посмотреть, кто будет, кто есть в весах, будут ли первые, либо вторые номера, посмотреть, на каком уровне мы находимся, на каком уровне находятся наши соперники, чтобы насколько мы конкурентны, либо неконкурентны в этой весовой категории. Ну и итог, конкурентны мы? Вот, да, итог нас, конечно, очень сильно порадовало, потому что мы очень конкурентны, и по итогам двух этапов Кубка России, это был второй этап. Первый был в Анапе в декабре месяце, а в Казани получился второй. Мы являемся сейчас в весовой категории третьим номером. И Усачев это чемпион страны из города Москвы, ЗМС, финалист, и вот мы сейчас являемся третьим номером сборной страны. Что это дает? Это дает, конечно, большую преференцию при жеребьевке, что нас разводят с сильнейшими до полуфинала. Потому что, как зачастую бывает, что очень много достойных парней, но их сводят в предыдущих боях, там, в четвертьфинале, либо даже еще в 1-16 финале с первыми номерами, где очень сложно их пройти. И зацепиться за призы становится очень проблематично. В данной ситуации нам позволяет сейчас уже до полуфинала развестись с лидерами России. Ну и, конечно же, завоевать одну из медалей для Алтайского края. Хотя бы уже как призыв, как попадаем уже в призовые места, уже третьим мы уже сможем быть. Саша, давай познакомимся с тобой. Расскажи, как ты попал в кикбоксинг, почему именно этот вид спорта и вообще с чего началась своя история. День добрый. В кикбоксинг попал я. Мне кажется, все так попали. Друг позвал. В детстве. Зачастую уже, наверное. В детстве сменил много. На кружки ходил постоянно там спортивные. И вот в промежутке между тем, как ходить туда-сюда, у меня друг пригласил и говорит, Сань, пойдем кикбоксинг. Там и руками бьют, и ногами бьют. Ну и все, и пришел, остался. Начали вместе заниматься. Первые победы с ним узнали. Потом он, правда, завязал, а я вот остался. Сколько лет ты уже в кикбоксинге и какие регалии? Шестой год, наверное, получается. Шестой год. Регалии. Призер страны прошлого года. На каких сторонах выступал, какого уровня? Ну, как понимаю, от самого начала до почти самого топа. С города там первые поражения, первые победы. Вот. И мастера спорта выполнил в прошлом году. Андрей Владимирович, расскажите, как проходила подготовка к Кубку России, да? Потому что турнир серьезный и подготовка должна быть другой. Да, то есть где были сборы и на что был упор? Да, очень ответственный был старт. Он формировался, подготовка у нас формировалась с двух этапов. Это, конечно же, начало был чемпионат Сибири. Сборы проходили у нас на нашей базе, парк отель «Чайка». Здесь преимущество на сборах тем, что мы изолируем спортсмена от социума, от бытовых проблем, с учебой. Он находится в режиме, занимается своим любимым делом и сосредоточен на достижении результатов и шлифовании своего общества. Да, мы выиграли чемпионат Сибири и стали готовиться уже непосредственно к Кубку России. Также проходил у нас этап парк отель «Чайка» и в залах своего клуба, спортклуба «Стик». Очень хорошо к нам идут навстречу такие клубы, как «Один на один», как «Топ Тим», «Иван Соловьев», «Денис Конаков», с которым мы сотрудничаем, обмениваемся опытом. Перед уже непосредственно Кубком России у нас хорошее отношение, скажем, также обмен опытом – это из Федерации бокса. Посещали спарринги в Алтайском ринге, посещали их тренировки. Был микс именно кика и бокса. Зачем это нужно нам было делать? Для того, чтобы все равно уже на этом этапе идет в основном у спортсменов автопилот, который порой немножечко мешает по этому бою, чтобы можно было переключиться. Так как соперники разные, и уровень разных соперников, и у них свои же есть также фишки, комбинации. Также много ребят, которые именно вышли из бокса, и с ними тоже нужно уметь работать именно по-боксерски. И на данном этапе мы застрелись уже именно на школе бокса и на школе кикбоксинга в миксе. И таким образом подошли к Кубку России в хорошей физической форме, именно технико-тактической форме. Саша, ну Кубок России, вот лица кикбоксера, да, как он для тебя прошел, с кем встречался, какие этапы прошел, и, наверное, какой бой был самый сложный? Самый сложный. Получилось так, что я поехал по двум разделам. По лайту и по своему, по фу-контакту. Да, по фу-контакту. Первый бой самый волнительный, он такой, вот, если вкатишься, то значит вкатишься, значит все появится. Если пошла, значит пошла. По маслу, да. И в первом бою у нас был соперник из Москвы, мастер спорта был по лайту, вот, мы его выиграли, по печени попал, ну, бой закончился. Вот, второй бой, я не помню. Из Ульяновска. Из Ульяновска был парень, тоже мастер спорта. У меня так сетка интересно попалась, то, что у меня все мастера спорта были по сетке, вот. И каждый был вынесен. Да, ну, почти. Ну, почти. Вот по лайту, по второй бой, выходим, боксируем, всю дорогу веду по счету. Ну, как-то так получилось, опять же, не в своем разделе боксировал, все удары считаю там, даже по коробочке прилетают. Вот, и как так получилось, проиграли мы. Это был какой этап? Ну, полуфинал, финал? За выход в полуфинал, да. Вот. Ну, и фулл контакт. И фулл контакт. Сколько нам было человек весе, с какой стадии начал? По-моему... Там было шесть человек весе у нас, да, и так как он один из лидеров все равно в стране, мы начали с полуфинала. Как складывался полуфинал, и откуда был соперник? Там соперник был татар. С Татарстана. С Татарстана, да. С ним был... Ну, парень только поднялся, мужики, с молодежки, вот. А, только перешел, да? Ну, сыроват был парень. Как бы, уверенно его прошли. И вот в финале... В финале же, я теперь бью, был галлобой, да? Да, галлобой, да. Да, галлобой, да. Как понимаете, там же выходы под музыку, да, вот эта тема? Да, это более идет уже как шоу, да. Нам была тоже оказана честь от судейского корпуса, так как Александра знают, не первый год уже. И его именно финал, судейская коллегия, там, именно приняла решение обмене, включить именно в галлобой финал. Саш, галлобой финал, насколько по-другому эмоционально выходить, да? Ну, потому что совершенно другое внимание зрителей, совершенно другое внимание и по трансляции, и судейской коллегии тоже. Насколько было прям... Да, но я не скажу, вот для меня, честно, сильного отличия не было. Вот, я думаю, тоже думал, на самом деле, сейчас галлобой финал, там, камеры и все дела. Только шаг сделал. Просто как, я не знаю, тут на первенстве города выхожу. Ну, спокойно уже подошел. Все, вышли, отбоксировал. Как, складывал с тобой и закончил красиво? Да, первый раунд, мы всю дорогу идем один-один, и вот во втором раунде, парень, кстати, неплохой, во втором раунде попадаем с разворота в голову, ногой, и он отказался продолжать. В тот момент, когда рефери отсчитывал, ему у тебя были мысли, что, братан, не вставай, не продолжай бой, или наоборот, продолжай, то есть, что хотел? Ну, я ничего не хотел, я уже знал, если встанет, ну... Добью. Ну, не добью, ну, да. Доработаем. Доработаем. Когда тебе подняли руку, какие эмоции испытал, что в душе творилось? Кубок страны мой, то, что выиграл. Не знаю. На самом деле, долго шли, вообще с Андреем Владимировичем, к таким стартам, к таким турнирам. Вот. Андрей Владимирович, на Кубке страны очень много спортсменов, да, там 39 субъектов было Российской Федерации, плюс из Белоруссии, да, и Донецка было. Да, ДНР было, да. Какая школа кикбоксинга вам приглянулась? Может быть, какая-то чем-то отличается от нашей, да, ну, давайте, от нашего Алтайского края именно. И какой принципиальный соперник, из какого субъекта был для нас, есть ли он? Стилей очень много. Также очень хорошо бы отвечались и хорошо боксировали белорусы со сборной страны Беларуси. У них ярко выражен вот именно этот микс, сочетание рук и ног. Вот. Школа бокса, конечно, это руки, очень прослеживается во многих, у многих школ. Вот. Но чем отличие именно от сибирской школы, скажем, и школ, находящихся ближе к центру России, у них очень хорошо развивается именно лайт-контакт. А не популяризация происходит, у них большое количество там проводится стартов, большое количество принимают участников. И на это накладывают именно технико-тактические и технику исполнения ударов и ведения боя. В чем отличие, что все-таки у нас идет упор на фулл-контакт, так как мы очень сотрудничаем с боксом, где оцениваются именно акцентированные жесткие удары. Здесь уже идет борьба стилей. Здесь в чем у нас преимущество, то, что оценка происходит именно четких акцентированных ударов в нашем разделе, которые позволяют нам брать именно лидерство, убеждать то, что мы именно лучше. Вот. И хотелось бы, конечно, да, было приятно это наблюдать, что все-таки алтайская школа на сегодняшний день одна из лидеров в кикбоксинге именно в разделе фулл-контакт. Так как мы приехали не только с Сашей, с нами были и ребята из других клубов. Такой клуб, как избранного сайдкик, представлял его Рогозин Александр, который выиграл по юношам и получил путевку на первенство страны, которая сейчас проходит в городе Героя Кемерово. И он проходит сейчас тоже один из этапов сборов, и он будет принять там участие в разделе фулл-контакт. Также школа Камни-Наби, Малышев Алексей, который прошел так же, как и мы, финал, но немножечко уступил международнику с Казахстанского края, но при этом выплатил норматив мастера спорта. Вот. Также от спортивного клуба «Стик» был Кот Иван, который занял призовое место, стал третьим, уступил в конкретном бою именно из ДНР. Файтеру, который по итогу турнира стал первым. Сильно? Да. Стрепчев Андрей, которому немножечко не хватило концентрации на последних секундах, судейский корпус принял решение отдать победу его сопернику. Александр Владимирович – это наш прославленный ветеран, который задирает планку молодежи на сегодняшний день. Мы очень рады его видеть в своей команде. Ну, жребий судьбы свел его с первым номером сборной стороны, победителю прошлого этапа Кубка России. И тоже уступил 2-1 немножечко там. Остался небольшой осадочек такой. Ну, к сути, вопросов нет. Здесь все было легитимно. Чуть не хватило напряженной концентрации. Ну, опять же, это такой серьезный этап. Это происходит. И давление со стороны именно болельщиков, трибуны. Каждый бой как решающий, несмотря даже если это просто обычный. 16-я, 32-я, не имеет значения. Все дерутся кость в кость. И на сегодняшний день, то есть мы конкурентные. Вот. И это, конечно, очень приятно наблюдать. И особенно, когда ты являешься еще членом команды нашей латайской и сибирской, это вдвойне приятно. Ну, я надеюсь, что побед будет куча. И мы их будем обсуждать в нашей студии. На этом наше время к большому сожалению подошло к концу. Ведите здоровый образ жизни и занимайтесь спортом.